всем привет я стася и в этом видео покажу как сделать дракона крестиком ставь лайк если любишь бисер и подписывайся на канал чтобы не пропустить новинки а мы начинаем чтобы сделать эту фигурку я беру бисер номер 10 голубой зеленый оранжевый черный золотой красный и коричневый также вам понадобится прозрачная леска сечением 0 22 миллиметра длиной 80 сантиметров и два кусочка по 30 сантиметров ножницы чтобы отрезать леску и зажигалка чтобы запаять узелок лески схема нашего дракона схема достаточно сложная поэтому плести и будем в три этапа с разделением схемы на несколько частей первое звено под правым ухом наберите пожалуйста на леску две голубые одну красную одну черную крайнюю голубую крест-накрест набрали отделяем голубую красную и черную крайнюю голубую переплетаем крест-накрест концы лески сравнивая между собой придерживаем их пальцами и аккуратно затягиваем бусинку на середину нашей лески должно получиться вот так далее делим лески на верхнюю часть где голубая бусина это ориентир и на нижнюю часть где снизу черная второе звено на верхнюю часть лески наберите две зеленые а на нижнюю часть одну там где две зеленые крайнюю крест-накрест верхняя часть лески две зеленые нижняя часть лески 1 там где 1 отправляем ее к плетению а там где 2 разделяем их между собой крайнюю крест-накрест аккуратно затягиваем концы лески третье звено на верхнюю часть лески набираем две зеленые на нижнюю одну там где две крайнюю крест-накрест на верхнюю две зеленые на нижнюю одну. Там, где одна, отправляем ее к плетению. Там, где две, разделяем их между собой. Крайнюю крест-накрест подтягиваем. Четвертое звено. На верхнюю часть лески набираем одну зеленую и одну голубую. А на нижнюю одну зеленую. Голубую крест-накрест. Верхняя, нижняя. Там, где одна, отправляем к плетению. Там, где две бусины, разделяем голубую крест-накрест. Затягиваем концы лески. Пятое звено. Разворот сверху вниз. На верхнюю часть лески наберите, пожалуйста, одну голубую, красную и черную. Где черную, переплетаем крест-накрест. Плетение, верхняя часть лески и три бусинки. Отделяем голубую, красную, черную крест-накрест. Аккуратно затягиваем концы лески. Далее делим лески на правую часть и на левую. Шестое звено. На левую часть лески наберите одну красную и две черные. Крайнюю черную крест-накрест. Наше плетение, левая часть лески и три бусины. Отделяем черную и красную, черную крест-накрест. Затягиваем концы лески. Далее делим лески на верхнюю часть и на нижнюю. Седьмое звено. Верхнюю часть лески нужно пропустить через зеленую бусину слева направо. Зацепить ее за предыдущий ряд крестиков. А на нижнюю часть лески набрать одну черную и зеленую, где крайнюю переплетаем крест-накрест. Сначала берем леску с верхней части. Ее концом проходим слева направо через зеленую бусину. Вытягиваем леску. Должно получиться вот так. На нижнюю черную и зеленую разделяем их. Крайнюю крест-накрест затягиваем концы лески. Восьмое звено. Верхнюю часть лески дальше пропускаем через зеленую бусину слева направо. На нижнюю часть лески набираем две зеленые, крайнюю крест-накрест. Берем леску сверху. Пропускаем ее слева направо через зеленую. Вытягиваем. На нижнюю две зеленые. Разделяем. Крайнюю крест-накрест затягиваем концы лески. Девятое звено. Верхнюю часть лески пропускаем слева направо через следующую зеленую. На нижнюю часть лески набираем две черные, крайнюю крест-накрест. Берем верхнюю часть лески. Пропускаем ее слева направо через зеленую. Вытягиваем. На нижнюю две черные. Разделяем их. Крайнюю крест-накрест затягиваем концы лески. Десятое звено. Разворот сверху вниз. Берем верхнюю часть лески и пропускаем ее сначала через черную бусину насквозь. Затем на нее же набираем одну красную и черную, где черную переплетаем крест-накрест. Таким образом обе части лески должны оказаться внизу. В плетении это выглядит так. Берем леску сверху. Пропускаем ее конец слева направо через черную. Затем вытягиваем конец этой лески насквозь. На нее же набираем красную и черную. Разделяем бусины между собой. Черную крест-накрест. Аккуратно затягиваем. Если вы все сделали правильно, то обе части лески должны оказаться в нижней части плетения. Далее делим лески на правую часть и на левую. Одиннадцатое звено. Разворот справа налево. Возьмите, пожалуйста, леску с правой стороны и наберите на нее две красные и одну голубую, где голубую переплетаем крест-накрест. Леска справа. Бусинки. Отделяем две красные от голубой. Голубую крест-накрест. Аккуратно затягиваем концы лески. Далее делим лески на верхнюю часть и на нижнюю. Двенадцатое звено. Возьмите, пожалуйста, леску с верхней части и пропустите ее справа налево через черную бусину предыдущего ряда крестиков. На нижнюю часть лески наберите одну красную и зеленую, где зеленую переплетаем крест-накрест. Берем леску сверху. Пропускаем ее конец через черную бусину справа налево. Вытягиваем леску. На нижнюю красную и зеленую. Вот так. Разделяем крест-накрест. Затягиваем. Тринадцатое звено. Берем леску сверху. Пропускаем через зеленую бусину справа налево. На нижнюю часть лески две зеленые. Крайнюю крест-накрест. Берем леску сверху. Справа налево через зеленую. Вытягиваем. На нижнюю две зеленые. Разделяем. Крест-накрест. Затягиваем. Четырнадцатое звено и сложный разворот с этого ряда сверху вниз. Сначала возьмите, пожалуйста, леску с верхней части. Пропустите ее слева направо через черную бусину. Затем на эту же леску нужно набрать одну голубую, две красные. Далее концом этой лески нужно пройти слева направо через черную. Затем завершить плетение, пропустив эту леску сверху вниз через голубую бусину. Таким образом, обе части лески должны оказаться внизу. Как это выглядит в плетении? Берем леску сверху. Пропускаем ее справа налево через ближайшую черную бусину. Аккуратно вытягиваем леску. На эту же леску набираем одну голубую и две красные. Вот так. Затем концом этой же лески проходим через черную бусину, которая лежит последней в предыдущем ряду. Слева направо. Далее видим две красные и голубую. Красные отделяем. Концом этой же лески, которая выходила из черной бусины, проходим сверху вниз по кругу. Если вы все сделали правильно, то у вас должно получиться так же, как у меня. Аккуратно затягиваем леску. Таким образом, обе части лески должны смотреть вниз. Пятнадцатое звено. На любой из концов лески наберите, пожалуйста, одну красную и ее крест-накрест. Максимально легко и просто затягиваем концы лески. Шестнадцатое звено. Разворот слева направо. На левую часть лески наберите, пожалуйста, две золотые и одну зеленую. Зеленую крест-накрест. Леска слева. Отделяем две золотые. Крайнюю крест-накрест. Аккуратно затягиваем. Далее делим лески на верхнюю часть и на нижнюю. В семнадцатое звено верхнюю часть лески пропускаем слева направо через зеленую. На нижнюю часть лески набираем две зеленые и кранью крест-накрест. Берем леску слева. Слева направо через зеленую. Вытягиваем на нижнюю две зеленые. Разделяем крест-накрест. Затягиваем концы лески. Восемнадцатое звено. Разворот сверху вниз. Берем верхнюю часть лески и пропускаем через красную бусину слева направо. Далее на конец этой же лески наберите, пожалуйста, две золотые, крайнюю крест-накрест. Делаем разворот сверху вниз, следующий ряд крестиков. Берем леску сверху. Пропускаем ее слева направо через красную. Вытягиваем. Две золотые. Разделяем. Крест-накрест. Затягиваем. Делим лески на правую часть и на левую. Девятнадцатое звено. На правую часть лески наберите, пожалуйста, две золотые и одну коричневую. Коричневую крест-накрест. Разворот справа налево. Леска справа. Бусины. Отделяем золотые. Коричневую крест-накрест. Затягиваем. Далее делим лески на нижнюю часть и на верхнюю. Двадцатое звено. Берем нижнюю часть лески и набираем на нее 4 коричневых бусины. Далее концом этой лески нужно пройти насквозь через коричневую бусину, которая лежит ближе всего к 19-му звену. По кругу. Таким образом мы сделаем сложную подготовку следующего звена. Нижняя часть лески. 4 бусины. Плетем следующим образом. Отделяем 3 коричневые. И ту, которая лежит ближе всего к плетению. Концом этой же лески, на которой у нас бусины, проходим насквозь по кругу через эту коричневую бусину от плетения к краю. Придвигаем бусинку как можно ближе к плетению. Держим пальцами и затягиваем конец лески. Должно получиться вот так. 21-е звено. Вторую часть лески, которая выходит сверху, нужно пропустить справа налево через зеленую бусину насквозь. Затем на любой из концов лески набрать одну коричневую бусину и переплести ее крест-накрест. В плетении это выглядит так. Берем леску сверху. Пропускаем ее конец через зеленую бусину. Справа налево. Вытягиваем. Обе части лески оказались с одной стороны. Набрали одну коричневую, ее переплели и подтягиваем. Если вы все сделали правильно, то обе части лески должны оказаться с левой стороны. Делим их на верхнюю часть и на нижнюю. 22-е звено. И завершаем плетение низа дракона. Верхнюю часть лески нужно пропустить справа налево через золотую бусину. На нижнюю набираем две золотые. И затем завязываем три узелка и завершаем плетение. Берем леску сверху. Пропускаем ее конец справа налево через золотую. Вытягиваем. На нижнюю набираем две золотые. И далее просто завязываем узелки. Раз, два и три. Лишнюю леску отрезаем ножницами. И торчащие концы лески запаиваем с помощью огня. Медленно подносим его. И вот так пальчиком прибиваем. Итак, первую половину дракона мы сделали. Сейчас приступаем к плетению ушей. Для этого возьмите, пожалуйста, дополнительную леску длиной 30 сантиметров. Двадцать третье звено. Наберите, пожалуйста, две оранжевые, две голубые. И оранжевую переплетаем крест-накрест. Вот они. Отделяем оранжевую и голубые. Крайнюю крест-накрест. Концы лески сравниваем между собой. Придерживаем пальцами. И затягиваем эту бусинку на середину лески. Вот так должно получиться. Далее делим лески на правую часть, где оранжевая бусина, и на левую, где голубая. Двадцать четвертое звено. На правую часть лески набираем три оранжевые. Крайнюю крест-накрест. Отделяем две от одной. Крайнюю крест-накрест. Затягиваем концы лески. Делим лески на нижнюю часть и на верхнюю. Двадцать пятое звено. Нижнюю часть лески нужно зацепить за голубую бусину первого звена. Пропустить леску справа налево, насквозь. На верхнюю часть лески набираем две голубые. Крайнюю крест-накрест. Берем нашу первую половину. Вот наше ухо. Берем нижнюю часть лески. Пропускаем конец этой лески справа налево через голубую бусину. Вытягиваем. На вторую часть лески две голубые. Разделяем их между собой. Крайнюю крест-накрест. Аккуратно затягиваем крестик. Посмотрите, что у нас с вами получается. Далее делим лески на верхнюю часть и на нижнюю. Двадцать шестое звено. Нижнюю часть лески пропускаем через зеленую бусину второго звена справа налево. Далее на эту же леску набираем одну зеленую и золотую. Где золотую переплетаем крест-накрест. Берем леску снизу. Справа налево через зеленую. Вытягиваем. Зеленая и золотая разделяем. Золотую крест-накрест. Аккуратно подтягиваем. Двадцать седьмое звено. На один конец лески набираем две золотые. На другой конец одну. Там, где одна, отправляем ее к плетению. А там, где две, крайнюю крест-накрест. Двадцать восьмое звено. И завершаем плетение. На любой из концов лески набираем три золотые бусины. И в конце завязываем узелки. Три штучки. Завершаем плетение. Завершаем плетение. Завязываем три узелка. И также концы лески обрезаем ножницами. И в узелок запаиваем с помощью огня. Вот таким образом. И вот мы сделали первый рог. Чтобы сделать второй рог, вам нужно взять вторую половину дополнительной лески длиной 30 сантиметров. И повторить манипуляцию. Сплести левое ухо так же, как правое. Сверху вниз. Зацепить за голубую бусину. И проплести до конца рога. Вот такая половинка должна получиться. Для того, чтобы сделать вот такую объемную фигурку, нужно две такие половинки. Далее вам нужно сшить их вместе по кругу. Вот так. Чтобы получилось, как у меня. Если вы не умеете соединять две половины фигурки, то внизу я прикрепила ссылочку на видео, как это сделать. А так же, вот здесь, наверху, есть эта ссылка. И в результате у меня получились вот такие милые фигурки драконов. Ставь лайк, если понравилось, как это сделать. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и отличного настроения. До новых встреч в моих новых видео. Пока!